Потрясение Продолжение следует... Харьковский художественный музей Летопись этого одного из крупнейших музеев Украины состоит из двух отдельных историй Особняка промышленника и пивного короля Харькова Ивана Игнатищева И истории национальной украинской картинной галереи Построенный в 1914 году по проекту архитектора Алексея Бекетова Дом предназначался сыну Игнатищева Но уже в 1917-м особняк был перепродан коммерсанту Левицкому А еще через два года национализирован большевиками Начиная с этого момента, кто только не ютился под его крышей Национальная картинная галерея также перенесла своеобразное скитание Она была создана в 1920 году как церковно-исторический музей На основе коллекций Харьковского и Волынского епархиальных хранилищ древностей И Харьковского университета Через два года коллекция преобразована в музей украинского искусства И разделена на три отделения В 1931-м из музея изъяты произведения изобразительного искусства И создана национальная украинская картинная галерея В 1944 году пути, разрушенного немецкими снарядами особняка И сожженной нацистами галереи На тот момент уже музея украинского искусства Пересеклись и больше не расходились Некогда обитое и обшарпанное здание Вкупе с ограбленной и обожженной художественной коллекцией Сегодня одно из лучших учреждений в своем роде Украшением которого являются работы как отечественных, так и иностранных мастеров Картины, по которым можно отслеживать географическое перемещение их автора Непревзойденного мариниста В наших картинах Айвазовский изобразил именно те моменты путешествия, которые он осуществил фактически 15 лет назад В 40-е годы, когда он путешествовал по Западной Европе Это Венеция со стороны Лидо и Амстердам Картина после бури и ночь в Амальфии Отражающие разное состояние и разные города Написанные в Украине все же зачаровывают зрителей невероятными западноевропейскими пейзажами Работа романтическая, которая была такой базовой у нас два года назад в нашем проекте «Ночь на полотнах» Это ночь в Амальфии Безусловно, что на то время Италия для живописцев была такой себе страной обетованной И романтичность вот такая Двойное освещение, вулкан Везувий, тут же луна, такая лунная дорожка, прибрежные скалы, на которые прям наброшена дымка ночного освещения Ну, чрезвычайно такая романтическая вещь Как ночь в Амальфии, так и другие картины написаны далеко не при романтических обстоятельствах В январе 1855 года в здании Харьковского университета открылась выставка работ Айвазовского На тот момент он уже несколько месяцев проживал в Харькове, куда вынужден был переехать из Феодосии из-за Восточной войны Но посетителей выставки ждали не местные пейзажи, а заморские, причем 15-летней давности Напомню вам, что Айвазовский, кстати, некоторое время жил на квартире с Тарасом Шевченко в Петербурге И Тарас Шевченко в своей повести художник пишет, что они провожали Айвазовского в его путешествии Как золотого медалиста Академии в страны Западной Европы Где его буквально триумфально все встречали И в Венеции, и в Амстердаме Ну и практически каждая страна давала ему почетное звание академика Так вот, в наших картинах Айвазовский именно изобразил те моменты путешествия Которые он осуществил фактически 15 лет назад В 40-е годы, когда он путешествовал по Западной Европе На харьковских картинах словно ожили места, в которых художник побывал во время своей заграничной командировки Каждое полотно с точностью повторяет пейзаж каждой из стран Передает атмосферу и настроение, царящее за три девять земель Одна из них — Венеция со стороны Лидо, о которой мы детально рассказывали в предыдущих программах Очень красивый пейзаж, эмалевый такой Чрезвычайно красивое, такого персикового цвета небо Спокойная гладь, как Марьева Но Венеция — это город, который действительно возникает, как Марьева из вод лагуны И очень хорошо как раз Айвазовский передал этот характер Спокойный море, пурпурные волны, небо чрезвычайной южной красоты И рядом находится картина «Амстердам», совсем другая Но есть и сведения, что Айвазовский обучался морскому жанру по картинам голландских живописцев 17 века Он их изучал, характер мазка, как передаются волны, плеск волн, как, собственно говоря, писать воду А она — очень сложная субстанция для живописи И как раз он очень хорошо передал характер Голландии Как такой себе страны с вечным дождевым занавесом, с таким вот мрачным небом Ветряными мельницами, которые стоят, кстати, как раз на берегу с парусниками С этого полотна перед зрителями выстает совсем другой характер воды, неба и страны в целом А волны написаны с использованием особого художественного приема Кстати, хочу сказать о том, что у Айвазовского был особенный художественный прием Так называемый «бегунок» С его помощью он изображал свои волны вот в такую, скажем, кружевную пену на них Так вот, говорят, что он и до сих пор недоступен копиистам И как раз там очень хорошо видно волны и тот самый знаменитый «бегунок», Которым он пользовался во время написания «Волны» Еще одна работа этого периода — «После бури» Картина не просто показывает всю силу стихии Она дышит ужасным событием, пережитым Айвазовским Картина «После бури» Картина «После бури» Она принадлежит, так сказать, к другому направлению работ Айвазовского Это торжество человека в противостоянии человека и стихии Ну, вы все знаете его знаменитый «Девятый вал» и темы аварии корабля, которые очень часто Айвазовский описывал Кстати, он сам когда-то попал в ужасную аварию корабля и действительно едва не погиб вместе со своими спутниками Был такой факт в его биографии И правда, они были спасены чудом, были спасены кораблем, который там подоспел очень вовремя И как раз в нашей картине изображены и остатки корабля, с которого был смонтирован такой плотик На котором удалось людям спастись И тот корабль, который спешит к ним на помощь, который заметил потерпевших и так далее Выставка, открытая в январе 1855 года в Харьковском университете, была объявлена художником благотворительной Все средства, собранные с ее помощью, должны были пойти на лечение раненых в Крыму Айвазовский написал очень много картин Это было связано с тем, что он очень много картин давал на благотворительность Вообще, он был очень щедрым человеком Известны очень широкие его жесты по очень многим случаям И очень много картин Айвазовского пошло на аукцион Потому что в Харькове находился лазарет, где располагались раненые во время боев Крымской войны Потому что вообще нужно сказать, что Россия была не готова к этой войне Например, Россия потратила около 800 миллионов рублей Одна страна А союзники, англичане, французы, Османская империя, Сардиния и другие, которые их поддерживали Вместе потратили около 600 миллионов Кроме того, у России после этой войны фактически был колоссальный дефицит бюджета Дефицит бюджета вырос в 6 раз И только на 1870 год в Российской империи был бездефицитный бюджет До этого года был дефицит бюджета Кроме того, почти вдвое сократилось наполнение серебром российского рубля Таким образом, экономическая Россия очень потеряла Не говоря уже о раненых и погибших военных и о гражданском населении И вот Айвазовский и многие другие помещики, какие-то купцы, известные люди Они и помогали, пытаясь как-то финансово и культурно помочь армии И улучшить в этом направлении ситуацию Сколько всего картин написал Айвазовский в Харькове, неизвестно В местных газетах того времени упоминают 25 работ Но мы точно знаем только о тех работах, которые были написаны в Харькове Благодаря коллекции нашего выдающегося коллекционера Аркадия Николаевича Алферова Потому что он передал эту коллекцию Харьковскому университету И среди них оказалось 4 работы Айвазовского Эти картины пережили несколько музейных реорганизаций Большевистскую и нацистскую оккупации, пожар, уничтожившие здания музея и многие шедевры Но не потеряли ни своего внешнего вида, ни своей значимости И сегодня завораживают посетителей и открывают им некоторые тайны их создателя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok